всем доброго времени суток в сегодняшнем видео уроке мы с вами сделаем вот такой вот стиль где на мольберте одно изображение сменяется другим но не просто сменяется, а как будто бы каплей его смывают вот я еще раз ставлю вам проигрывание этого стиля вот именно такой стиль мы с вами сегодня сделаем итак, становимся на ленту со слайдами нажимаем правую кнопку мыши выбираем вставка, добавить пустой слайд все дополнительные материалы к этому уроку вы найдете на моем сайте адрес сайта вы увидите как водяной знак или внизу под этим видео в описании итак, заходим в параметры слайда нажимаем плюсик левой кнопкой мыши добавить изображение или видео вот у нас есть папка первый у нас идет фон нажимаем левой кнопкой мыши и открываем его следующий слой у нас будет мольбер тоже открываем его следующим слоем у нас будет идти изображение девочки вот седьмая и еще одно изображение это маска номер 6 сейчас мы с вами настроим вот эти слои самые нижние, а потом займемся непосредственно каплями слой 6 у нас является слоем маски давайте его и назначим так нажимаем правую кнопку мыши и выбираем использовать как маску и теперь нам нужно настроить ее движение то есть она у нас сначала видна а потом где-то с пятой секунды она исчезает поэтому вот сейчас если мы проведем мы видим что она у нас видна к этому слою маски мы должны добавить еще один ключевой кадр добавляем его вот она у нас будет стоять примерно вот здесь поставим 5,5 секунд переходим в третий ключевой кадр и опускаем нашу маску вниз вот так, чтобы она открыла вернее закрыла нашу девочку давайте теперь посмотрим что у нас получилось у нас очень рано уходит девочка это говорит о том, что мы должны первый ключевой кадр скопировать во второй для этого становимся на первый ключевой кадр нажимаем правую кнопку мыши и выбираем копировать следующий смотрим что теперь у нас получается вот стоит наша девочка и когда все капли придут вниз то ее изображение полностью уберется чтобы наша работа выглядела более реалистично для капель необходимо сделать маску это делается в фотошопе сейчас я открываю фотошоп и покажу вам как можно сделать эти маски итак файл открыть вот на примере одной капли вот у нас есть капля чтобы нам не запутаться давайте сначала переименуем этот слой дважды щелкаем левой кнопкой мыши по названию этого слоя появляется вот такое окошечко и мы пишем здесь капля нажимаем клавишу enter теперь добавляем еще один слой перетаскиваем его вниз переименуем, назовем его маска капли дважды щелкаем левой кнопкой мыши и пишем маска капли нажимаем клавишу enter теперь мы не запутаемся теперь нам нужно взять кисточку белого цвета то есть выбираем цвет стоим на слое маски выбираем кисть с мягкими краями подбираем примерно диаметр ее ну вот такой и рисуем сверху вниз вот такую вот как бы полосу вот я думаю этого будет достаточно можно теперь сделать рамку нажимаем клавишу enter нажимаем клавишу enter и вот готова наша маска и капля нам остается только сохранить их но только по отдельности капля у нас в общем то уже была поэтому мы можем ее не сохранять а маску нам нужно сохранить поэтому я выключила глазик у капли осталась только маска заходим в файл сохранить как и сохраняете в формате png в ту папку где у вас находятся все ваши файлы у меня это все сохранено поэтому я этого делать не буду итак как сделать каплю и маску к ней вам надеюсь понятно теперь переходим снова в программу про шоу продюсер итак нам теперь нужно добавить капли и изображение другой девочки нажимаем на плюсик добавить изображение или видео вот у нас вторая девочка вот ее расположение все хорошо теперь добавляем каплю снова нажимаем добавить изображение или видео ищем вот у нас капля 1 мы ее открываем и тут же нам нужно добавить маска капли 1 давайте сначала настроим маску для капли нам нужно опустить ее вниз нажимаем на вот этот треугольник и опускаем вниз и немножечко нужно ее уменьшить то есть я беру это изображение ставлю его так чтобы оно закрывало полностью холст нашего мольберта вот это ее конечное положение но у нас тут два ключевых кадра поэтому мы первый кадр пока копируем в следующий для этого нажимаем правую кнопку мыши и копировать следующий ключевой кадр движение нашей маски будет идти сверху вниз и какое-то время стоять поэтому для маски нам нужно три ключевых кадра добавляем еще один ключевой кадр нажимаем левой кнопкой мыши по плюсику вот видите у нас появился еще один ключевой кадр сейчас у нас движения нету все ключевые кадры одинаковые а нам нужно первый поставить вверх поэтому мы становимся на первый ключевой кадр и поднимаем маску вот сюда над холстом теперь давайте придадим движение капли капля у нас тоже будет идти сверху вниз но если маска у нас идет от холста сюда то капля у нас будет идти с самого верха поэтому я беру каплю и выставляю ее за пределами нашего экрана это в первом ключевом кадре для капли нам понадобится 4 ключевых кадра давайте тогда их и добавим вот я добавила еще два первый у нас за пределами второй у нас будет вот здесь где начинается холст мольберта третий у нас будет внизу и четвертый сейчас мы настроим итак третий я пока скопирую в четвертый для этого нажимаю правую кнопку мыши выбираю копировать следующий ключевой кадр и смотрим сейчас что у нас получается все у нас получается правильно осталось нам только совместить ключевые кадры чтобы движение капли и маски совпадало и настроить время ключевых кадров давайте сейчас сначала настроим время ключевых кадров а потом совместим маски итак капля у нас идет давайте поставим вот где-то начало с первой секунды чтобы можно было немножко посмотреть на первую девушку второй ключевой кадр мы поставим где-то на второй секунде третий давайте поставим где-то вот здесь вот 5 и 8 секунд и четвертый у нас будет стоять на 6 секунд маска переходим на слой с маской первый ключевой кадр мы ставим вот примерно здесь где капля должна касаться нашего мольберта второй ключевой кадр мы ставим там где капля упала это вот примерно вот здесь и двигаем заодно нашу маску вниз вот ее положение во втором ключевом кадре и в третьем ключевом кадре она должна стоять в этом же положении поэтому мы нажимаем правой кнопкой мыши по второму ключевому кадру и копируем в следующий ключевой кадр теперь становимся вот здесь на слой с маской нажимаем правую кнопку мыши и выбираем использовать как маску и смотрим что у нас теперь получилось вот идет капля и вот она как бы растворилась это именно то что нам нужно единственное что мы не сделали это переходим на слой с каплей и вот здесь в четвертом ключевом кадре мы должны ее уменьшить так чтобы саму каплю было почти не видно для этого мы раскрепляем вот этот замочек и по ширине она у нас остается такой же а высоту мы ей уменьшаем давайте поставим два видите она сразу прыгнула вверх мы ее опускаем вот сюда вот и вот здесь можем поставить единичку можно и ноль поставить чтобы ее вообще не видно было и посмотрим что у нас теперь получилось вот дошла наша капля и исчезла здесь нужно вернуться в третий ключевой кадр поставить здесь стол и соединить замок и смотрим что у нас получилось вот как будто бы капля наша исчезла давайте еще раз посмотрим как это все будет выглядеть вот идет капля и внизу она исчезает точно так же мы должны настроить следующие капли которые будут стекать по мольберту добавляем еще одну каплю ну вот у нас есть капля 2 открываем ее добавляем маску капли 2 меняем их местами дублируем вот этот слой с девочкой становимся на него нажимаем правой кнопкой мыши дублировать слой теперь зажимаем левой кнопкой мыши и перетащим вот сюда ее вот она у нас перетащилась вот эту маску мы можем сразу назначить маской левой кнопкой мыши использовать как маску давайте еще раз посмотрим на маске у нас было 3 ключевых кадра на капле у нас было 4 ключевых кадра становимся наверх добавляем еще один ключевой кадр на маску и еще два ключевых кадра на каплю теперь настроим им движение пока мы стоим на слое с капли давайте им и займемся вот наша капля мы поставим ее пусть она будет рядышком и здесь можно ее побольше сделать можно поменьше чем крупнее капля тем больше она будет захватывать изображение но очень крупное не надо делать потому что оно будет не очень естественно смотреться и так в первом ключевом кадре у нас капля идет за пределы изображения во втором ключевом кадре она у нас касается мольберта в третьем ключевом кадре она у нас находится в самом низу вот так и в четвертом ключевом кадре точно так же то есть мы копируем третий ключевой кадр в четвертый четвертый кадр мы подвигаем вот сюда немножечко я приблизительно настраиваю движение капли она у нас будет чуть позже двигаться чем первая ну и примерно вот так вот где то здесь теперь настроим маску под эту каплю становимся на слой с маской для начала нам нужно ее немножечко уменьшить вот я уменьшаю вот примерно так чтобы маска открывала только бумагу давайте сразу скопируем во все остальные ключевые кадры чтобы нам легче потом было с ними работать итак сейчас у нас маска во всех ключевых кадрах одинаково стоит нам нужно первый ключевой кадр поднять вверх вот мы его и поднимаем а теперь настраиваем движение этой маски то есть становимся на первый ключевой кадр и ищем то положение где у нас идет капля вот капля вот капля касается мольберта здесь и будет время первого ключевого кадра ну я вижу что маску нам нужно немножечко подвинуть вот она у нас здесь должна стоять второй ключевой кадр у нас будет внизу там где капля опустилась вот капля наша опустилась и мы немножечко двигаем маску а третий ключевой кадр такой же как и второй поэтому я копирую его в следующий ключевой кадр и смотрим что у нас получилось вот у нас вторая капля пошла и как раз это то что нам нужно вот вы видите у нас между двумя каплями появилась вот такая вот как бы полоска то есть видите посредине лица девочки у нас получилась полоска чтобы этого не было мы сейчас сделаем еще один хитрый трюк мы возьмем вот эту вот маску которая у нас закрывала нашу первую девочку продублируем ее нажимаем правой кнопкой мыши дублировать слой поднимаем ее в самый верх вот этими треугольничками дублируем слой с девочкой поднимаем его тоже сюда под маску и вот эту маску мы назначаем для слой с девочкой нажимаем правую кнопку мыши использовать как маску но если здесь у нас маска закрывала предыдущее изображение то на этом слой она должна наоборот открывать теперь нам нужно совместить вот эти две маски маска которая открывает девочку и маска которая закрывает то есть вот этот девятый слой и первый слой сейчас они у нас совершенно одинаковые но в девятом слое мы поставим время второго ключевого кадра примерно вот здесь пусть будет 3,9 секунды и третий ключевой кадр поставим ну примерно вот на 7 секунд вот переходим на первый слой здесь у нас наоборот мы первый ключевой кадр должны поставить на 3,9 секунд второй ключевой кадр примерно на 7 и третий у нас в самом конце стоит теперь настраиваем движение первого слоя и так второй и третий ключевой кадр у нас девочка открыта а на первом ключевом кадре мы должны поднять этот слой вверх вот так и давайте теперь посмотрим что у нас получилось вот первая капля пошла вторая капля и вместе с ними все изображение но почему то у нас второй кадр не скопировался не скопировался в третий возвращаемся на второй кадр нажимаем правую кнопку мыши и копируем в следующий вот теперь все получилось смотрим еще раз пошла первая капля вторая капля и вместе с ней все наше изображение появилось чтобы движение было более точным давайте перейдем в редактор ключевых кадров и посмотрим значит маска наша самая верхняя заканчивается вот на 7 секунд капля первая заканчивается раньше давайте переставим последний ключевой кадр по маске вот этой верхней и третий немножечко подвинем то же самое делаем со второй каплей выравниваем это движение и третий ключевой кадр у нас у маски нижней стоит нормально давайте теперь посмотрим что у нас получилось вот идет первая капля вторая капля и плавненько появляется изображение сюда можно добавлять сколько угодно капель я вам показала пока две у меня на оригинале стоит 4 вы можете ими воспользоваться основные принципы этого урока я думаю вам понятны на этом наш видео урок окончен всего вам доброго до новых встреч